Здравствуйте, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаил Мэттман. Здравствуйте. Здесь такие статистические данные, что значительная часть американцев испытывает перегрузку от обилия новостей. 7 из 10 американцев, 68% говорят, что они просто нас достали, все эти новости, нам очень тяжело с этим, мы плохо себя чувствуем. Человек что, не может отключиться? Взял и отключился? Нет, нет, нельзя, я знаю, это я чувствую давление. Здесь надо сопротивляться. Как? Очень просто, выключить. Можно это сделать? Как вот человеку простому освободиться от этого давления? Возьми про сей новости дневные, у тебя останется 2-3 маленькие новости, максимум. И все остальное это ничего, для того, чтобы заполнить место. То, что мир вот так вот входит в человека, вот так вот впихивается туда, вот что вот это такое? Я думаю, что это постепенно-постепенно уже сгорает. Выгорает. И что придет? Придет? Я надеюсь, что придет вопрос о смысле, что это вообще весь вопрос о смысле и поднимает всю эту революцию. Придем мы к большему общению друг с другом все-таки? Нет, не придем. Естественным путем мы к общению не придем. Это очень поражает наш эгоизм. Давит на него, обязывает его. Поэтому я не думаю, что общение, коммуникация – это вообще будущее. Это запредельное будущее. Когда мы достигнем осознания того, что так дальше нельзя, вот тогда мы уже особым путем перейдем к общению. Так откуда же у вас силы распространять науку каббала? Вот скажите мне, пожалуйста, когда вы все время говорите, что так или иначе мы должны прийти к какому-то, я не знаю, к единству, к общению. Ты рассуждаешь как материалист. Да. Такой застарелый. Да. Ну, какой есть такой застарелый. А, вот. Который должен своими призывами привести человечество к счастью. Я знаю, что это будет совершенно не так. А маленькая группа людей, движимые внутренней искрой, создадут между собой правильные взаимоотношения и через внутреннюю структуру природы подействует на все человечество. И все человечество будет уподабливаться им, сами того не понимая. Вот этой маленькой группе. Да. Вот эта маленькая группа будет как головная часть, мозг человечества. Она будет меняться, и за ней будет автоматически, как тень, меняться человечество. То есть вы говорите, что вся ответственность именно на вот этой маленькой группе. Да. Ну, удачи. Продолжение следует...